Всем привет! Вы на канале Момо Снейл. Тут мы вместе учимся вязать спицами и крючком. И просто вдохновляемся! Не забудьте подписаться и поставить лайк. Будем вместе получать удовольствие от вязания. В этом ролике я поделюсь с вами, как сделать итальянский наборный край на резинку 1х1 с помощью бросовой нити. Прай получается очень эластичный и красивый. Нам понадобится основная пряжа, из которой вы собираетесь вязать ваше изделие, спицы для нее, а также пряжа желательно другого цвета для бросовой нити. Чтобы сформировать итальянский наборный край, нам нужно будет пройти несколько этапов. И на первом этапе мы должны набрать петли бросовой нитью в половину нужного количества. Для примера наберу бросовой нитью 10 петель. И в итоге на основной нити при готовой резинке у меня будет 19 петель. Итак, я беру бросовую нить другого цвета от основной своей пряжи. И обычным способом набираю 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Итак, петли набраны. Теперь мы должны провязать с вами 3 ряда изнаночной глади. На первом ряду мы с вами сейчас провяжем все изнаночные, на втором все лицевые и на третьем снова все изнаночные. Первую петлю снимаем и вяжу изнаночные. Последняя кромочная. Первый ряд у нас готов. Разворачиваем вязание. Второй ряд вяжем все лицевые. Первую петлю снимаем и провязываем все лицевые петли. Разворачиваем вязание. И вот мы с вами на последнем третьем ряду сейчас снова провязываем все изнаночные. Первую петлю снимаем и вяжем изнаночную гладь. Последняя кромочная. Разворачиваем вязание. Теперь обрезаем бросовую нить. Далее в четвертом ряду мы приступаем к основной нити. Берем нашу основную нить и мы должны сейчас с нее провязать еще три ряда изнаночной глади. Но важный момент. Первую петлю кромочную мы тоже провяжем. Мы это сейчас сделаем из-за перехода на другую пряжу. Так, первую кромочную мы сразу провязываем. Подтягиваем. Далее вяжем основной нитью лицевую гладь с этой стороны. Последняя вяжем изнаночной. Разворачиваем вязание. И вот мы с вами на пятом ряду. И здесь мы провязываем все петли изнаночными. Первую петлю снимаем. Далее вяжем изнаночные. Последняя кромочная. Закончили пятый ряд. Разворачиваемся на другую сторону. В шестом ряду мы с вами сейчас снова провяжем просто гладь. Первую петлю снимаем. Далее все лицевые. Последняя кромочная. И вот мы с вами сделали подготовительные этапы. И теперь мы с вами в седьмом ряду будем сейчас делать прибавки. Протяжки мы с вами будем делать вот из этих петель. Это первый ряд основной нити. Первую петлю снимаем. И делаем первую протяжку. Правой спицей подцепляем первую петлю с первого ряда. Надеваем ее на левую спицу. Следим, чтобы она у нас не была перекручена. И провязываем ее как лицевую. Следующая петля изнаночная. Снова делаем протяжку. Правой спицей подхватываем петлю. Надеваем ее на левую спицу. И провязываем как лицевую. Снова изнаночная. И снова делаем протяжку. Подхватили петлю. Надели ее на левую спицу. И провязали как лицевую. Следующая изнаночная. Продолжаем так чередовать до конца ряда. Продолжаем. 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 Продолжение следует... И вот я провязала последнюю изнаночную, у меня осталось сделать еще одну протяжку и провязать кромочную. Последняя кромочная. Мы с вами еще не распустили бросовую нить, но уже виден красивый край. Рекомендую сразу бросовую нить не снимать, провязать еще некоторое количество рядов резинки, сколько вам необходимо по высоте, а затем просто обрезать бросовую нить. Ну вот я провязала еще несколько рядочков резинки, а с восьмого ряда я никаких протяжек не делала, я просто вязала резинку один на один. После протяжек у нас получилось 19 петель. Теперь нам нужно отрезать бросовую нить. Берем ножницы. И вот мы с вами убрали бросовую нить, и у нас получился вот такой красивый фабричный край резинки. На этом все. Если мастер-класс был полезным для вас, то с вас лайк и подписка, а с меня больше интересных и полезных уроков. С вами была Александра. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok